Ферма Юрия Луценко в селе Луговая Пролейка Быковского района одна из самых больших. Хлопот с таким хозяйством много. Всех коров, коз, овец нужно напоить, накормить, выгнать на пастбище. Времени для лени у хозяйственника просто нет. Вся семья занимается общим делом, полюбили его и дети предпринимателям. Я привык с детства, с отцом в тракторе, со школы по ряду и на поле. У него игрушки-то были все такие, деревянные, колеса эти, с крышек, бутылок. Он все сам, у него и плуга были, и комбайны, вот все деревянное. Там целые парки были. Фермеры рассказывают, держать большое хозяйство довольно сложно. Много денег уходит на самые необходимые вещи – топливо и свет. Поэтому в 2015 году семья подала документы на грант по государственной программе «Семейная животноводческая ферма» и получила его. Это дало толчок к расширению поголовья. На деньги от гранта, а это более 3 миллионов рублей, также был построен зимний ангар для крупного рогатого скота. Мы на грант купили 16 телок, мы в Николаевке купили, в Лидере, вот, и вот ангар построили. Ну, без этого бы вряд ли, да? Нет, конечно, мы ангар сейчас молимся на него, как бы мы сейчас без него были бы. Ну, овцу мы особо не прибавляем, потому что у нас уже тысяча поголовья маточная. И вот мы делаем ягнят где-то 1100, там, 1050, ну, на овцу. Вот сейчас у нас, допустим, ну, наверное, 200 где-то у нас этих с ягнятами. Ну, уже у нас ягняточки большенькие. На коровах 185 – это общее поголовье с телятами и 78 – это дойных коров. В Быковском районе предприниматели могут получить грант как на развитие семейно-животноводческой фермы, так и субсидии для начинающих вести хозяйство в этой сфере. После получения денежной помощи хозяйственник должен сдавать областные и федеральные отчеты, где обязательное условие прирост продукции не менее 10%. С 2014 года начинающий фермер – это порядка 16 человек, а семейная животноводческая ферма – трое, три гранта. Ну, конечно, такие гранты дают толчок для того, чтобы наши сельхозтоваропроизводители развивались, увеличивали поголовье и посемные площади, конечно. За 2018 год, хоть он был и непростой, сельхозтоварогрантвики, которые участвовали в гранте, показали 30% рубля. В этом году в Быковском районе тоже есть желающие получить грант. Шесть человек хотят получить помощь в категории начинающий фермер, а еще три – в семейном животноводстве. Сейчас идет активная подготовка. Предприниматели составляют бизнес-план и собирают необходимые документы. В основном в районе гранты намерены получить те, кто занимается разведением скота для мяса и молока.